Автомобиль давно не роскошь, а средство передвижения. С каждым годом количество четырехколесных железных коней увеличивается пропорционально растет и количество выданных на них документов. Таких, как свидетельства о регистрации и техпаспорт. Однако бывают случаи, когда в силу разных причин человек решает обойти стороной законный путь их получения. Только в городе над Бугом в неделю к специалистам Государственного комитета судебных экспертиз попадает не один документ, подлинность которого вызывает сомнения. Чаще всего, наверное, попадаются свидетельства о регистрации транспортного средства. Это, допустим, машины какие-то угнанные, на них готовятся специальные документы и дополнительно еще перебиваются ВИН-номера. То есть обычно, если перебит ВИН-номер, то, в принципе, документы, скорее всего, подлинные. Либо наоборот, знаете, просто готовятся под специальный автомобиль. Сертификаты тоже достаточно, вот о прохождении техосмотра попадаются достаточно часто. Либо один из штампов о прохождении техосмотра под дел, либо второй. Может быть, и все сразу. Еще один вид документов, на которые обращают внимание эксперты, те, что дают право распоряжаться имуществом или материальными ценностями, совершать сделки о купле-продаже. И вопросы вызывают неподлинность самих бумаг. Порой возникают сомнения иного рода. Мог ли тот или иной человек подписать, к примеру, завещание или дарственную? Находился ли он, как принято говорить, в трезвом уме и твердой памяти? Чтобы избежать непредвиденного, специалисты советуют пройти экспертизу сделкоспособности. Экспертиза сделкоспособности у нас проводится больше по обращениям граждан на платной основе, когда возникают сомнения в их психическом состоянии. Обычно данные сомнения могут возникнуть при оформлении каких-то юридически значимых действий. Будь то это сделки, акты дарения какого-то имущества, заключения договоров, ренты, ну и других подобных юридически значимых действий. Больше к нам обращаются лица уже такого преклонного возраста. Ну и, с одной стороны, правильно, потому что, чтобы обезопасить потом, скажем, и своих детей, да, и на кого-то дарится, завещается, вот, от последующих судебных тяж. К слову, отправить за заключением к специалисту может и даже в некоторых ситуациях обязан нотариус. Он же при определенных условиях имеет право и вовсе отказать в проведении процедуры. Оформление документов всегда имеет определенный алгоритм. Есть он и у завещаний. Прежде чем составлять, удостоверять завещание, нотариус разговаривает с завещателем, полностью объясняет ему последствия совершения этого нотариального действия, объясняет ограничения свободы завещания, потому что завещание тоже имеет определенные ограничения. Это 1064 статья об обязательных наследниках. И в том случае, когда человек понимает, что он хочет, понимает последствия того, что он хочет сделать, нотариус удостоверяет это завещание. Одним словом, документы требуют к себе внимательного, бережного и честного отношения со стороны всех участников процесса их создания.